О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Рейд по проверке выполнения карантинных мер провели сотрудники Роспотребнадзора 13 апреля. Среди объектов посещение банки, аптеки, магазины нашего города. Особое внимание специалисты уделяли соблюдению социальной дистанции и масочного режима, наличию перчаток и дезинфицирующих средств. Также они смогли оценить, как работники подошли к вопросу соблюдения чистоты, организовали на местах уборку и дезинфекцию своих помещений. По нормативам уборка помещений и обработка поверхностей должна проводиться каждые два часа. В случае выявления каких-либо нарушений составляется протокол осмотра, где указывается, что именно не соответствует санитарным нормам и требованиям. Планируется, что подобные рейды сотрудники Роспотребнадзора будут проводить регулярно в рамках действующего режима повышенной готовности. Во многих предприятиях соблюдаются требования социального дистанцирования, соблюдается масочный режим, перчатки носят, имеется запас дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки в помещении, имеются препараты гелия для обработки рук, соблюдены условия для личной гигиены, то есть имеется рак, в котором подведена холодная и горячая вода, имеется мыло. По результатам рейда сегодня составлено два протокола осмотра помещений, и эти протоколы осмотра пока ни к чему не обязывают. Мы каждый день проводим рейды и собираем эти протоколы. Организациям, предприятиям торговли, работникам, которые постоянно в контакте с населением, призываем соблюдать масочный режим, работать в перчатках, мыть постоянно руки, не дотрагиваться до лица, до лица, глаз, носа, руками. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в столице нашей страны с каждым днем становится больше. Ежедневно из Москвы на станцию Янаул прибывает около 30 человек. С 15 апреля для всех прибывающих из столицы действуют специальные новые правила. Для них на вокзале организовали санитарный пост. Сотрудники Янаульской больницы проводят термометрию, здесь же заполняют анкету пассажира, куда вносят данные о том, где будет проживать человек. В случае обнаружения пассажиров с высокой температурой, бригада скорой помощи доставляет их в больницу. После всех необходимых процедур человек отправляется домой, либо в обсерватор на время двухнедельного карантина. Оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального района Яновского района с 15 апреля этого года создана группа по контролю за прибывающими пассажирами из города Москвы с измерением температуры тела, проведением анкетирования и раздачей памяток по соблюдению самоизоляции. В группе включены сотрудники администрации муниципального района Яновский район, представители ГБУ СРБ и Новоско-ЦРБ, сотрудники полиции и ведомственные охраны на горках и железной дороге станции города Яновол. К примеру, сегодня в 13 часов 58 минут прибыл поезд номер 16, сообщение Москва-Нижневартовск. На станции Знайс нашли 8 пассажиров, которые любезно согласились пройти анкетирование. Им также измерили температуру тела, выдали памятки по соблюдению режима самоизоляции. И в последующем каждый день будут проверяться все граждане, прибывающие в станции города Яновол в данном направлении. Призываем всех прибывающих пассажиров из города Москвы пройти анкетирование. Общее число больных по России выросло до 32 тысяч семи, поправились 2590. Жертвами заболевания стали 273 человека. За сутки в России зарегистрировали 4069 пациентов с COVID-19. 41 человек умер, 286 вылечились, сообщили в оперативном штабе. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности. Гражданам рекомендовано оставаться дома. По оперативным данным, на 17 апреля в Башкирии сейчас насчитывается 213 больных коронавирусной инфекцией. Из них 14 выздоровели, 8 человек умерли. О ситуации в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. В Яновольском районе эпидемиологическая ситуация стабильная. В районе зарегистрировано два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. По маршрутизации госпитализированы они в ЦГБ города Нефтекамск и получают там необходимую медицинскую помощь. Один контактный из данного ЧГА с подозрением находится в режиме самоизоляции в домашних условиях. На 11 день наблюдения запланирован третий забор мазков из родоглотки. Самочувствие контактного удовлетворительное. На 17 апреля прибывших в наш район с 1 марта насчитывается 211 человек. Из них на карантине 31 человек. Это 20 граждан, получившие стационарную и амбулаторную помощь в республиканской клинической больнице и в республиканском онкодиспансере. Также 11 человек, прибывшие на Ульский район из других регионов. Жалоб на ухудшение самочувствия и появление признаков УРФИ ни у кого из них нет. За весь период наблюдения проведен забор биоматериалов у 378 человек. В том числе это прибывшие из РКБ 80 человек, прибывшие из онкодиспансера 11 человек, прибывшие из рубежа 49 человек, прибывшие из других регионов 44 человека, медицинских работников 80 человек, у больных с пневмоничной пневмонией 24 человека, больные с ОРВИ 2 пациента, контактные граждане 78 человек. И сегодня проведен забор мазков у клиентов и сотрудников психоневрологического интерната с признаками респираторного заболевания 10 человек. Один из самых часто задаваемых вопросов, которые задают медицинским работникам на горячей линии и в социальной сети, это вопрос о сдаче анализов на COVID. С формулировкой «хочу для себя сдать на всякий случай». Сдача анализов на коронавирусную инфекцию регламентируется постановлением главного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года номер 9 о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. В нем прописан исчерпывающий перечень категорий лиц, которые обязательно должны сдавать анализ на COVID. Это вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторного заболевания, контактировавшиеся с больным COVID, с диагнозом вне больничной пневмонии, лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID на рабочих местах, лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, независимо от организационно-правовой формы, это специальные учебные воспитательные учреждения закрытого типа, интернаты, учреждения ГУФСИН и персонал таких организаций при появлении симптомов респираторного заболевания. На сегодняшний день сдача анализов платно возможна в лабораториях, имеющих разрешение Роспотребнадзора. Перечень таких таковых можно посмотреть на официальном сайте этой организации. На 16 апреля в республике 4 частные лаборатории в Уфе делают анализы на COVID. Хочу призвать население нашего района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Главное это соблюдать по возможности самоизоляцию. Оставайтесь дома, мойте руки с мылом, носите маски в местах скопления людей, всем здоровья. На время дистанционного обучения вместо ежедневного горячего питания льготным категориям школьников нашего района начали выдавать продуктовые наборы. Сухие пайки еженедельно выдает управление образованием. В зависимости от категории меняется и стоимость набора. Материальную поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, решили оказать и предприниматели нашего района. О людях с большим сердцем далее в нашем эфире. Чем красите? Эмалью, лаком? Эмалью красите? Ну тогда вам вот такая вот височка специальная. Своё первое дело предприниматель Делара Камалединова открыла 23 года назад. Начинала с продуктового магазина, спустя три года занялась бытовой химией. Дальше больше. Теперь вместе с мужем они держат два крупных магазина в Янауле. Не первый год супруги занимаются и добрыми делами. В трудную минуту помогают людям, оказавшимся в беде. Погорельцам и, конечно, детям. Вот и на этот раз решили не оставаться в стороне и откликнулись на призыв о помощи. Вечером пришёл муж с работы, я ему предложила, я говорю, давай поможем. Есть дети, которые действительно голодуют, им нечего есть. Муж поддержал меня, мы созвонились с администрацией. И таким образом помогли. Собрали продукты питания, коробочки, и помогли этим семьям, нуждающимся. В небольшом кабинете ведущего специалиста управления образования Ильсой Архареддиновой ещё вчера было попросту не развернуться. Всё было заставлено коробками с провизией. Половину из них забрали директора сельских школ. Сегодня за сухим пайком приходят родители учеников городских школ. Хотя назвать этот набор сухим пайком сложно. В тяжёлой коробке самое необходимое. Различные крупы, фрукты, тушёнка, сыр, подсолнечное масло, сладости. В данный период обеспечиваются продуктовыми наборами ребята из многодетных малообеспеченных семей, ребята, которые проживают в семьях в трудной жизненной ситуации, ребята с ОВЗ и ребята инвалиды. Они все еженедельно получают продуктовые наборы. И в этот трудный для нашей страны, для нашего района период нашлись индивидуальные предприниматели, которые помогают нам в этом. В частности, индивидуальный предприниматель Камалидиного дела Рахибовна и Шерихметов Сирен Вумфирович. Они организовали подготовку продуктов набора. В данный момент они как раз в коробке и получают наши родители. Для 31 ребёнка из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поражаем им большую благодарность за это. Многие родители и законные представители детей, получив увесистый набор, не скрывали своей радости и удивления. Ещё бы, получать помощь приятно всегда. Особенно в такое непростое время, когда каждая копейка на счету. Мне вчера учительница позвонила, я даже не ожидала. В школе выдавали, но не так, конечно. Здесь вообще слов нет. Очень рада. Донесёте? Ну, постараюсь, наверное. Как-нибудь. Как не донесёшь такое. Оказаться в трудной жизненной ситуации может каждый. И здесь главное не опускать руки. А когда рядом есть неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи, держаться, жить и верить в лучшее гораздо легче. Очередной инвест-час прошёл в администрации района 16 апреля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришли индивидуальные предприниматели нашего города. Ильнур Ахматханов озвучил идею открытия в Янауле пункта проката велосипедов. Как отметил сам, предприниматель – это одно из актуальных направлений. Оно способствует привлечению всех жителей района к активному и здоровому образу жизни. Ему были предложены варианты, где возможно размещение этого пункта. Следующим участником инвест-часа стала Гульчачка Гарайшина. Она владеет убойным цехом в планах создания кооператива. Для этого предприниматель хочет объединиться с АГРМ и владельцами личных подсобных хозяйств. Создание такого кооператива позволит им участвовать в программе на предоставление грандов для реализации доходорегенерирующих проектов и тем самым получить средства на закупку необходимого оборудования для переработки мяса. Вопрос Илюсы Хакимовой также касался этой программы. Она участвует в ней уже не в первый раз. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Янаулка» занимается переработкой мяса. А полученные от гранда средства позволят закупить дополнительное оборудование и расширить ассортимент продукции. Предприниматель Фарид Хайдаршин заканчивает ремонт убойного цеха. Следующий этап – создание сельскохозяйственного кооператива по переработке мяса. По условиям программы на предоставление грантов один из обязательных пунктов – участие в предпринимательском часе. В этот день все предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы. Также на инвест-часе озвучили этапы реализации проектов, рассмотренных ранее. Как мы сельскохозяйственный район, больше всего вопросов рассматривалось по сельскому хозяйству. В частности, рассматривали создание трех кооперативов, именно переработка мяса, так как у нас более-менее развито животноводство в районе. Будем развивать переработку, поставку нашей собственной продукции школам, чтобы питались нашим мясом. Цель создания кооперации – это, конечно, выгодно. Выгодно всем участникам, пайщикам кооператива, так как они, объединяясь, реализуют больше объема и имеется возможность выхода на более крупные рынки сбыта. И, допустим, для создания убойного цеха, для одного лечебно-подсобного хозяйства это невыгодно. А если когда объединяется 20 или более людей, то уже, тем более в этом случае, государство помогает, и появляется выгода в развитии этого проекта. Пока на данный момент на рассебурганском уровне выделено 3 миллиона на каждый доходогенерирующий проект. Но в дальнейшем, я думаю, что будет сумма увеличиваться только. Третью неделю большинство жителей нашего региона находятся на вынужденной самоизоляции или работают в удаленном режиме. Дистанционно учатся школьники, но есть и те ребята, что успевают делать не только обязательные уроки, но и добрые дела. Анастасии Голиковой всего 11 лет. Она ученица пятого класса школы номер один. Три года назад вместе с мамой она начала осваивать швейную машину. Поначалу мастерила кукольные наряды, а месяцы назад освоила технику изготовления многоразовых масок. Настин и маски пользуются популярностью не только в семье. Заказы поступают и от знакомых. Я хочу, чтобы маски людям были полезны. Я делаю хорошее дело. Немножко мне мама помогает сложно, но нюансы. Первые две маски ушли где-то по... Два часа. Одна маска, два часа была. Одна маска, один час был. Ну, было сложно. А потом мы уже где-то за 20 минут делали одну маску. Я шила где-то 25 масок. Раздавала у папы на работе, кто-то взял. Так, дядя в салават, мои сестренки шила, тетя Гули, мне, маме, папе две. Так, дедушке. Вроде бы еще кому-то, но не помню. Часть масок Настя Голикова передала и наульским волонтерам. Они, в свою очередь, обещали раздать их нуждающимся. Вот так большое доброе дело маленькой девочки найдет своих адресатов. Каждый из нас может сделать что-то доброе в это непростое время. Если рядом с вами живут такие неравнодушные люди, расскажите нам о них по номеру 50402. На этой неделе христиане встретят самый важный православный праздник – Пасху – Светлое Христово Воскресенье. В этот непростой период в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции призываем верующих Янаульского района отступить от привычного пасхального праздничного уклада и не посещать праздничные службы в церкви, воздержаться от молебенных походов на кладбище. В праздничные дни Башкортостанской митрополии будут транслироваться праздничные богослужения в прямом эфире, к которому вы можете подключиться. В этот непростой период лучше помолиться дома. Духовные лидеры Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции призывают верующих воздержаться от походов в церкви и мечети. Дорогие братья и сестры, православные жители нашей Республики Башкортостан, во всем мире распространилась болезнь коронавирусная инфекция. Впереди Пасха Христова, впереди Радоница, когда мы с вами привыкли посещать наше кладбище. Но жизнь иной раз диктует нам свои права. Как мы с вами знаем, эта инфекция распространяется не только воздушно-капельным путем, но и контактным путем. И мы все знаем, что пока, особенно знают это врачи, что пока не прекратятся контакты людей между собой, инфекция вряд ли сможет прекратиться, несмотря ни на какие усилия санитарных врачей, вообще врачей. Поэтому, как бы мне ни глубоко пришлось страдать и говорить эти слова вам, потому что в такие дни сердце верующего и страждующего человека, конечно, устремляется в храмы Божии. Но в связи с такой инфекцией, мне приходится вам говорить, не посещать храмы и в Пасху в том числе, и в Радоницу. Мы будем духовенство, все, будем совершать сболоженные уставные богослужения, молиться за всех вас. Прошу всех отнестись к этим словам позитивно, потому что и те указы главы нашей республики Башкортостан ради Фаритовича, они обусловлены только одним – сохранением жизни каждого человека и здоровья каждого человека. Поэтому вот мое к вам архипастерское такое слово, слово, чтобы вы все-таки прониклись обеспокоенностью руководителя нашей республики и нас, конечно, как духовенство, состоянием вашего здоровья. Еще раз напоминаю вам о том, чтобы вы как можно больше оставались в своих жилищах, совершая свое молитвенное правило. Практически из каждого храма нашей республики, ну а из нашего кафедрального собора ежедневно, утром и вечером при совершении богослужения будет транслироваться онлайн эти богослужения. Вы можете включить свои принимающие устройства и, услышав песнопение и чтение перед святым своим углом, где ваши святые иконы, можете вместе с нами молиться. Но наш долг священников – молиться за всех вас. Поэтому я считаю так, что Господь услышит наши с вами молитвы, Господь не только услышит, но и исполнит желания наши. И как мы с вами вместе будем соблюдать дисциплину и оставаться в своих домах, тем быстрее закончится эта инфекция. Всех восхрани Господь! Весенняя уборка и преображение нашего города идет полным ходом. Ежедневно сотрудники общества с ограниченной ответственностью и наул благоустройства занимаются не только наведением чистоты, но и разведением цветов. Работа кипит в разных уголках города. Пока одни работники занимаются обработкой земли и оформлением клумб, другие наводят порядок в городском парке. Карантинные меры в республике внесли в привычный уклад жизни свои коррективы. Традиционные субботники временно отменили. Однако мусор и прошлогодние листья никуда не делись, а значит, приходится справляться только своими силами. Параллельно идет и подготовка малых архитектурных форм. Когда цветы высадят в грунт, все объекты обретут законченный вид. В нашем предприятии работают все работники. Несмотря на карантин, принимаем все меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Привыкты, маски, перчатки, люди защищены. Несмотря на это, люди работают. На дорогах улиц и общественных территорий продолжается полив моющими средствами, дезинфекция общественных территорий. Задействована вся техника и работают 30 человек. В данный момент работы ведутся, чтобы очистить город. В дальнейшем уже перейдем на этап благоустройства дорог и общественных территорий. С 8 утра в теплице и на облагоустройство кипит работа. Пять цветоводов заканчивают пикировать растения. Подросшим саженцам стало тесновато в одном ящике. Так они скорее наберут силу и пойдут в рост. Луиза Калимулина работает здесь без малого 20 лет. Как признается, каждый день в теплице приносит ей радость. Цветы, как маленькие дети, постоянно требуют внимания и заботы. В нашу обязанность входит посев, посадка, рыхление, поли. После того, как мы пропекируем, до 15 мая они у нас в теплице выращиваются. Затем мы их высаживаем на городские клумбы. Общая площадь примерно 2500 квадратных метров клумбы. Вот туда мы высаживаем. В этом году мы заказали около 16 разновидностей цветов, семян. 96 тысяч семян. Из них на сегодняшний день 27 тысяч мы пропекировали еще в процессе. Мы сажаем однолетники, так как это город, многолетники мы не высаживаем туда. В основном петунии, разновидности около 20 разновидностей. Сальвия, агератум, портулак, лабелия, гайлардия, газания, львиный зев, вербена. По словам цветоводов, один из главных критериев выбора сорта растений – его высота. Для того, чтобы не закрывать обзор дороги, цветы должны быть низкорослыми. Планируется, что на клумбы Янаула их начнут высаживать после 15 мая. Гуляра Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Участковых, уполномоченных полиции можно смело назвать профессионалами своего дела. Им приходится заниматься сразу несколькими направлениями, вести документацию, составлять протоколы и, конечно, решать проблемы и наболевшие вопросы жителей. А их на участке Эльмира Карамова более 6 тысяч человек. В минувшую пятницу в здании администрации Кисакаинского сельского поселения открыли новый участковый пункт. Теперь для жителей Старокудашевского, Кармановского и Кисакаинского сельских поселений добраться до участкового пункта, расположенного в селе Прогресс, стало легче. Раньше участковый пункт полиции у меня находился в селе Старокудашево, но в этом году совместно решили с администрацией и с главой сельского поселения Кисакаинского сельсовета, чтобы кабинет участкового пункта полиции расположен был, чтобы силы Прогресс, чтобы было удобно населению, чтобы с Карманова и с Кудашево, и с Кисакаина в одном месте, чтобы посередине было расположено. На сегодняшний день выделили мне кабинет в селе Прогресс, в сельсовете, в сельском сельсовете, сделали ремонт косметический, очень хороший светлый кабинет получился, вот так сейчас работаем, и население сейчас, население оттягивается сюда, постоянно сюда приходят, звонят, по любым вопросам. Здесь удобнее работать. Все есть, тепло, светло, связь здесь, и мне удобнее здесь работать. Таких грубых, серьезных преступлений сейчас в настоящее время не имеется, только семейные бытовые отношения. Между соседями иногда бывает, земли делить, границы делить. Такие пока вопросы. И это, пожалуй, все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Берегите себя, оставайтесь дома. Встретимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 18 апреля. День воинской славы России. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины новгородского князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями Ливонского ордена. Выбавшиеся из окружения немцы бежали на запад, часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище две трети своего войска. И падит чуде без числа, а немец пятьсот, говорит летопись. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на farmland.ru Farmland.ru Гранция качества и профессионализма 10 апреля в Башкортостане введен комендантский час для пожилых и детей. Лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Дети с 18 до 13 часов. В остальное время выходить на улицу разрешено в случае крайней необходимости. Можно сходить в близлежащую аптеку или магазин, выгулить собаку на расстоянии не далее 150 метров от дома, выкинуть мусор. Берегите себя и своих близких. Самоизоляция – самый простой способ оставаться здоровым.